Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас короткий скринкаст о работе с почтой. Короткий, но важный, потому что у большинства НКО есть сайты, а значит потенциальная возможность иметь адрес типа prdirectorsobakavаждamen.ru. Но при этом большинство сотрудников пользуются адресами типа svetlana1976sobakamail.ru, что во-первых некрасиво, а во-вторых не добавляют веса отправителя. Что я имею в виду? Вот например письмо, которое написали на инфо собакасвельта.ру. А пришло оно ко мне в личный ящик. И если я на него отвечу, то отвечать буду не от своего имени и не со своего адреса, а от имени организации из домена свельты. Вообще завести корпоративную почту, если у вас есть сайт, проще простого. Если у вас есть еще и сисадмин, нужно просто обратиться к нему. Если нет, зайти на сайт вашего хостинг-провайдера, то есть туда, где хостится ваш сайт. Я покажу на примере Beget.com, где лежит мой тестовый сайт свельта. В панели управления есть почта. В почте домен. И единственное, что есть в домене, это завести новый ящик. Ну и список существующих. Заводим имя и пароль. Все, ящик готов. Инфо собакасвельта.ру. А вот дальше уже собственно настройки. Можно настроить Outlook или TheBat, но обычно люди пользуются личным ящиком, скажем, на Яндексе или на Gmail. И используют интерфейс Google или Яндекса, потому что это удобно. А пользоваться двумя интерфейсами, одним для корпоративной почты, одним для личной, как раз наоборот неудобно. Поэтому сейчас я перенаправлю корпоративную почту в свой личный ящик, скажем, на Google. Тут нажимаем на шестеренку и переходим в настройки. Настроек тут много, кстати, очень рекомендую с ними разобраться. Это сильно облегчит жизнь. Но нам нужно непосредственно аккаунты и импорт. И здесь нам нужно получить почту из других аккаунтов. То есть добавить почтовый аккаунт. Адрес. Вводим адрес целиком. Тут, к сожалению, не работает функция Gmail и FI. Она очень упрощает процесс. Но, например, если вы хотите связать Gmail и Яндекс, это делается буквально в один клик. А тут нам придется кое-что прописать. А именно имя пользователя, пароль и адрес поп-сервера. Где взять адрес сервера? У хостинг-провайдера. Самое тривиальное это просто посмотреть советы по настройке любой почтовой программы. Скажем, Outlook. Тут всяческие настройки. Настройки где-то есть. Вот. Сервер входящих сообщений. Тот, который предложил нам Gmail, не подходит. Я проверял. Вот. Теперь имя пользователя полностью и пароль от ящика. Вообще здесь или на следующем шаге могут возникнуть сложности с адресами по PSMTP и портами. Если вдруг что-то не сработает, действуйте методом научного тыка. На худой конец обращайтесь в техподдержку хостинг-провайдера. А у нас все сработало. И он предлагает добавить возможность отправлять почту с ящика info.sobako.svelte, что логично. Далее. Имя. Можете поменять, если в личной почте вы подписываетесь котиком. И, собственно, настройки. Опять же ищем сервер SMTP. То, что он предлагает, не работает. Вот SMTP убегет. Обращайте внимание на пробелы. Если скопируете с пробелом, например, после com, может быть ошибка. Так. Сервер SMTP. Имя пользователя полностью. Пароль. Пароль от ящика. Единственное, тут с портами может быть сложность. Вообще SMTP использует 25-й порт. Но если что-то пойдет не так, переберите все три. Вдруг заработает. И все. Добавить аккаунт. Все отлично. Теперь нам на почту пришло письмо. Можно либо скопировать из него код, либо пройти по ссылке. Подтвердить. Все. Теперь, если кто-то, в данном случае я, с другого ящика напишет письмо на info.sobako.svelte.ru, то оно придет мне на Gmail. Видите? И если я отвечу на это письмо, то Владимиру Ломову придет ответ от info.sobako.svelte.ru, что и требовалось. Вот такие простые настройки позволят вам всегда оставаться на связи. И отвечать на письма не как безымянный солдат. Поскольку почту на Gmail может сегодня завести себе любой 14-летний подросток, выдавая себя за руку водителя фонда «Подари жизнь», а как официальный сотрудник солидной организации. Все, любите друг друга, пишите письма. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!